здравствуйте дорогие обитатели youtube а с вами гриба бас и клюкер канал geek сейчас 1 июля 2015 год мы находимся в республике коми город винта город винта с вами джон клюкер и гриба бас сейчас будет поход мы его назовем штурмовой поход в общей сложности за три дня мы должны преодолеть 70 километров много ничего преодолеем грибовас ты выдержишь такие выдержу но если так по карте если то 27 километров это до базы на нашей базы избушка там на озере находится потом 27 километров это обратная дорога на 13 километров я не знаю это ну как бы я так добавляю уже так понятно туда сходить потому что это по карте 27 километров по пересеченной местности она будет больше походка нормально машинка наша подъезжая с пока покажу зелененькая дело сейчас покажи а ладно все давай поехали либо сколько на твоих 608 должен для 6 9 все устроились в общем вагоне сейчас где-то два часа мы ехать до обези ну мы в тапочках едем чтобы не потери лишний раз ноги потом уже когда был подъезжать к обези надеялись сапожки тапочкой берем этот у меня кармашки есть это мы держим руку и два кармачика есть карманчик и сразу чтобы не поменять потому что у нас поход штурмовой взрыв возьмем штурмом все и понял посмотрим как это видео ну по ощущениям что это будет потому что когда обычно туда ходим туда приходишь и где-то после прихода туда в избушку где-то блин спишь так долго в принципе часов 10 спишь отдыхаешь на дороге мы берем сюда и когда туда идем несколько дней груза побольше а в этот раз взяли груз поменьше да ну то есть взяли там еды по минимуму там я здесь мы там можно было еще больше я взял на запасу чтобы там просто оставить чтобы у нас там были продукты в запасе спрячем спрячем там и у нас будет запас продуктов понятно что мы за что что-то не сидели три банки тушенки я брал потом кругу эту кукурузную муки масло ну хлеб я в основном взял хлеб это полторы полторы луки серого и этот батон этот как длинный как он называется французский это так французская булка да так а бутербродик взял на дорогу чтобы там где-то это остановимся скипятим костюрчик и вот эти бутербродики яйца до 6 штучек от вайл яблочек я взял три зеленых яблочко взял сгущенную банку взял ну это вот из груза еще аккумулятор поменьше аккумулятор такой аккумулятор на пол месяца идти вот и комарин из вещах плащи у нас на площади что еще шамбер из-за декора к маме китая из одежды но еще этот на сменку я взял эти футболки как бы с длинным руколом как они называются сами клубы спортивные как-то они не спортивные нательные нательные берет вот так вам дорогие зрители я сказал что мы с собой взяли в принципе а лодку я еще взял второместную лодку чтобы переплавляться через ручьи а весна просто взял обязательно понятно так что вот такой будет штурмовой поход буду сейчас освещать все а сейчас наверное я поставлю будильник и отдохнем по часа полтора отдохнем хорошо ладно до приезда где-то за 15 я буду встанет да надеть сапоги чтобы он уже будет готов да 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 так что до следующего этапа или как это лучше будет встреча со зрителями как лучше сказать да до следующего этапа до следующего этапа да так наверное я до этого говорил в этом походе в буглинском походе до следующего сеанса а до следующего сеанса до следующего сеанса до следующего сеанса пока-пока пока-пока спасибо что с нами проехали бугры полярные осталось еще минут 45 кто смотрит наши походы недавно у нас был Буглинский поход это был в июне 11 июня на 4 дня кто еще не посмотрел ссылочка будет в верхнем правом углу называется Буглинский поход 11 серий примерно по полчаса полярные булы ну и остановка там мы сейчас едем до остановки Алис Алис полярных Буглинского Пройдяем речку Куса. Все, мы прибыли в Абис, где там Гриббабас-то. Здесь Гриббабас. Сейчас идем на тропу, у нас на родную. Иди, проходи вперед. Ага, давай. Я тебя еще что подкорректирую. Хорошо, понял, давай. А тут один-то есть. Там просто, видишь, бывают разные тропинки. Ага, понятно. Я пошел сюда. Давай. Давай. С Богом. Сразу, без всяких там этих остановок. Вышли из поезда и в путь дорожку. Так, московское время. Тихо. Московское время 8 часов и 26 минут. Да. Ты вот, кстати, Гриббабас вот эту штучку-то не застегиваешь никогда. Вот эту вот, чтобы затягивать. Все, да? Да ее надо открывать клапан, чтобы ее затянуть. Ага. Ну, потом пока я в этом сделаю, ладно. Ладно. Угу. Тихо. Так. Ну, вот этот, сейчас эти домики пройдем. Там уже тропа начнется. Сейчас ветерок вроде комаров обдувает. А так сейчас в лес зайдешь, наверное, комары нападут. Наверное. Иди, иди, Грибабас. Не отвлекайся. Я просто тут комментирую. Так. Ну, наверное, встретимся сейчас, дорогие зрители, на переправе. На первой. До нее примерно идти полчаса. О, тут дорога, что-то вода такая. Да. Вот иди по правому. По правому, да? Да. Иди. Там сейчас трубки найдем. Так, Грибабас открыл сезон грибной 2015 года. Нашел три подосиновичка. Да. Молодец. Спасибо большое. У тебя пакетик-то есть? Вот сюда, ну, сейчас посмотри, подожди-ка. Ладно, там сейчас что-нибудь по ходу дела найдешь. Ага. Хорошо. Комары задели уже. В общем, такая история приключилась. Газовики там перекопали. Это может где-то третий год мучаемся. Тропы все наши перекопали дороги. Вот я был сейчас там на высотке. Ну, как бы по их дороге шел. Потом смотрю, по времени что-то нету ручья. Вот сейчас спустился. Вот нашли мы тропу. Слава Богу, вышли на тропу. Вот. Там такие кусты были вообще. Кусты там были вообще, да? Ага. Сильные. А посмотрите, какое поле красивое. Цветочки. Красиво, да. И желтые, и какие-то беленькие цветочки. Вообще классно. Ну? Вот тут в это поля вот сенокосные. Эта дорога вот сенокосная. Вот по тропинке. Ага. По тропинке, по которой мы идем, это вот сенокосная дорога. Понятно. Вот. Сейчас мы дойдем по этой дороге до переправы. Ну тут я не знаю, может минут пять осталось. Ага. Вот остановился заснять красоты этого поля. Так намазались, комары вроде не донимают. Сейчас намазался, хотя хоть демокосная. Так что имейте ввиду. В комментариях тут пугали гостей наших, что типа ну, что тут делать в июле? Полно гнуса. Ну гнуса действительно полно, но сейчас современно. У нас есть всякие средства от комаров. Да. Мы вчера, кстати, с Ворнердом разговаривали. Есть какая-то, вообще какая-то электронная штучка. Ну? Ее включаешь. Я не знаю, как она эффективна, но что-то он сказал, около четырех тысяч стоит. Включаешь, и типа комаров нету. Опа. Ну все, Грибовас, ладно, пошли. Ага, давай. Давай. Давай, я уже одеваю, да? Хорошо. Вот северная пчела. Что-то она какая-то шустрая, видимо тепло. Когда холодно, они не такие шустрые. Так, сейчас попытаюсь поймать ее. Убегает. Убегает. Пошли, Грибовас, иди вперед. Вперед иди. Иди вперед. Давай, давай. Так, дошли до первой переправы. Грибовас, скажи время. Время скажи, пожалуйста, время. 9-13. 9-13. 9-13. Ну мы потеряли минут 10 там с этими плутаниями. Ага. Поэтому. Так, вроде бы вода небольшая, да? Ну. Или большая. Пешком, Ирина? Наверно, пешком перейдем. Наверно. Так, ладно, сапоги поднимай. Я сейчас буду переходить, ты за мной. Ага. Хорошо. Так, время 9 часов 17 минут. Перешли вброд. Это очень хорошо. Наверно, те еще две переправы тоже мы вброд перейдем. Так что, штурмовой поход у нас получается, по идее. Сейчас 5-минутный отдых. Ага. Сейчас. Сейчас, Абагетт, заправь, подожди. Сейчас посмотрим, сколько у меня комаров вокруг меня. Да, много комариков. Хотя я там плохо вижу. Грибовас положил 3 грибочка вот в этот пакетик. Там еще грибы будут, вот когда будем на Чапаях, там вот, по берегу идти, и там должны быть грибы. Пособираем, посмотрим. Ну так, сколько будет это. Ага. Там, может быть, там в избушке что-нибудь пожарим, может, грибы свежие. Да, да, да. Я еще грибы не ел в этом году. Это перегрибы снашел я. Ну свежие-то да. Молодец, грибовас. Анимание хорошенький, грибы будут хороши, наверное. Мне понравилось. Ты настоящий грибовас. Настоящий, да. Мур-мур. Понял, Джон, спасибо. Мур-мур. Ой. Отличненько. Тони Грибовас Тундрович. Вот так вот. Тон Глюкер Ютубович. Да. Долго тут не расхидишься, комары зажрут. Комары заведят, да. Лучше идти. Когда идешь, их меньше. Да, да, все правильно. Сейчас пойдем, да? Да, пойдем. Так, подходим. Ко второй переправить. Что-то странно, где-то мы вышли. Не тут. Там должен быть такой, знаешь, обрывчик, блин. Ага. Ну пошли. Все, тропы нет? Вон смотри, вроде бы вот здесь вот. А, есть, да? Вот так, возьми, вот. Опять же нам на тропинку выйдем. Вот. Немножко по какой-то другой тропе мы вошли. Ага. Время, глянь, пожалуйста, сколько. Сейчас это 10. Так. 9.41. Сейчас вот должен быть второй переход. Вот. Угу. Надо вот запомнить сюда, чтобы уходить, потому что здесь тропа хорошая. Тропа хорошая, да. Кто-то тут ходил следы. Да, следите. А, следя, брат, нашли. Куда след? Вот. 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 А почему обратно? Почему? Не туда пошли, что ли? Я не знаю. У меня течение вниз, видишь? Ага. Туда, да, по нему идем? Да вроде это наше, нет? Место. Да, наше. Переправа, нет? Наша, наша. А там, куда идти? Или не наше? Ничего не могу понять, я не знаю. Ну что, значит, не могу понять. Так, переправу перешли. Немного тропу искали. На этой стороне мы были 10 пропикало. У грибы баса там электронные часы пикают. Вот. Стараемся сделать минимальные остановки. Я компасу сейчас доставал. Смотрел направление. Ну, у нас направление северное. Мы идем на север. Еще плюс ориентир, это линия электропередач. Ну и мы должны идти вверх по течению вот этой речки. Эта речка называется Ольховей. Потом мы будем еще после Чапаевских озер проходить приток этой речки, которая называется Ольховей-Волж. Ну, я так думаю. Ну, местные еще называют ее Ольховка. Кстати, мы где с Грибовасом перешли, там я видел, как хорошо так Хариус сыграл. Ну, собирает это комаря, комаров с воды. Вот. А вброд в сапогах не получилось перейти. Пришлось штаны снять. Ну, сапоги, штаны зацепить сверху рюкзака. И перейти так. И где-то мы в воду утопли по поясу. То есть, трусы намочили. Ну, в принципе, вот сейчас я после перехода. Ноги у меня охладились. И так, знаете, даже как-то приятно ногам стало. После вот этой холодненькой водички. Тебе, Грибовас, чувствуется, как ноги после воды холодной как-то типа как отдохнули, да? Да, да, типа того что, да. Угу. Угу. Вот такой у нас штурмовой походик. Сейчас мы ЛЭП перейдем. А после... Сейчас ЛЭП перейдем, а после ЛЭП будет это... Третий переход. Ага. А там уже тропа до Чапаевских озер. Понятно. Ну, там если без перекоров идти, да? Ну. От третьего перехода. Получается полтора часа. Полтора часа, да? Да. Ну, я сейчас зрителям расскажу, как тут. Ага, понятно. Тут получается как бы между переходами по полчаса. Ага. Вот от Абези до первого перехода полчасика, допустим. От первого до второго перехода полчасика. И от второго до третьего полчасика. Получается полтора часа. Ну и там, если идти не отдыхая, то полтора часа. То есть как бы быстрым таким темпом. Ну, мы в принципе сейчас идем так и нормально. Да. Ага. Мы с тобой так не отдыхаем, просто тут немножко плутаем. Ага. Трава высокая. Вот. Ага, вижу, вижу. Ага. Ну и хорошо еще повезло нам, что жары нету. Что солнце не пекет. Ага. А то бы сейчас вообще тяжело было прийти. Ага. И комаров пока нету. Да, ветерок обдувает. Ворогие зрители, взгляните, какая замечательная елочка. Угу. Вот. Она очень ветвистая. И здесь внизу, вот, можно укрыться от дождя. Да. Отдохнуть. Что тут в принципе и путники и делают. Но смотрю, это умно. Не жгут здесь костры. Молодцы. А то бы они ее сожгли. Да тут и в принципе как жечь эти ветки загорятся. Да, да, да. Ну может дерево здесь не сквозит. Он попадается дерево здесь. Да, да. Вот так. Вот под этой елкой даже в сильный дождь это не... Ну вода не проникает. Понятно, понятно. Под ней спать можно. Ну. Вот говорят выражения, ну спать под елкой. Вот под такой елкой можно очень, очень хорошо можно устроиться на ночлег. Ай, комары. Он там, не знаю, кулик или как он называется. Так, подошли к третьей переправе. К третьему переходу. Пошли грибы у вас. Отлично. Сколько времени? А, ну у меня 17 минут 11. На то самое. А, у нас сапоги, я что-то не поднял сапоги. Ладно, я сейчас уберу на всякий случай камеру. О, играет вон в хариус. Ага. Видел, да? Вон, где ее покинули. Ага. Вон, рыбоед. Сейчас удочку ее можно поймать запросто. Вон стоит, стоит там короче. А вон опять. Угу. Два раза. Два раза.